Наверное, надо подвести черту, наверное, под тремя сходными докладами. Ну, мне хотелось бы сказать, что действительно, орган-сохраняющая тактика должна иметь место, и мы должны приветствовать, что какие-то усилия, несмотря на проблемы с осмножением, принимаются. И, безусловно, будущее за совершенствование лучевой техники для лучевой терапии, новых химиопрепаратов и маркеров, которые позволят выделить ту группу, которая этой терапии будет максимально эффективна и позволит избежать последующей амцистоктомии у всех больных. Говоря о хирургических методах лечения, ну, безусловно, опять же, новое рано или поздно завоюет свое место под солнцем. И на сегодняшний день, наверное, для нашей страны, конечно, более актуальна эта лапароскопическая радикальная амцистоктомия. Она и экономически в перспективе выгодна, но, безусловно, мы заложники той экономической ситуации, которая есть в стране. Нескоро еще, к сожалению, лапароскопическая амцистоктомия станет доступна во всех учреждениях, так как не все учреждения освоили открытую. Поэтому, безусловно, здесь требуется масса усилий, но с одним я согласен, что лучшие результаты в центрах, где эти операции делаются наиболее часто. Поэтому, рано, хотим мы или нет, но мы к этому придем, что все-таки радикальная амцистоктомия с деривацией мочи будет делаться только в отдельных стационарах, а не в обычных больницах. По поводу лапароскопической и радикальной, ну, еще раз говорю, что робот – это большое, будем так говорить, счастье для клиники, но большая головная боль для администрации, потому что ежегодная страховка 150 тысяч евро ни за что, не говоря уже о расходном имуществе. Поэтому пока это, будем так говорить, дорогая игрушка, а отдаленные результаты практически сопоставимы с лапароскопической и открытой. Поэтому будем жить дальше, как позволит нам реальность.